8 минут 46 секунд длилось молчание участников парижской манифестации в память о Джорджа Флойде против расизма и полицейского насилия. Ровно столько длилось агония чернокожего жителя Миннеаполиса, задержанного 25 мая по подозрению в оплате пачки сигарет поддельной купюрой и умершего от удушения после того, как белый полицейский прижал его коленом к земле. Во Франции есть дело Адамы Трауре, Ламина Диенго, Зияда Буна. Нельзя сказать, что происходящее нас не касается. Многие из собравшихся на площади республики проводили параллель между смертью Джорджа Флойда и 24-летнего Адамы Трауре. Он скончался в июле 2016-го, после того, как его задержали жандармы в пригороде Парижа. Причиной смерти также стало удушье. Мы все время слышим по телевидению, в СМИ, от политиков, что это проблема отдельных людей, что речь идет о паршивых овцах, которых достаточно убрать из стада. На мой взгляд, масштаб проблемы, с которой мы столкнулись и которая присутствует почти во всех странах, указывает на то, что она системная и связана с функционированием государства. В понедельник министр внутренних дел Франции пообещал нулевую терпимость к любым проявлениям расизма в рядах полиции. По мнению оппозиции, политическими анонсами и запретом жестких методов задержания ограничиться не удастся, поскольку налицо потери доверия населения к силам правопорядка, вызванное многочисленными инцидентами в социально неблагополучных кварталах Франции, в ходе многомесячных протестов движения «желтых жилетов» и движения против пенсионной реформы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова